Книга «Для Слова Божия нет уз» Священник Николай Балашов и еромонах Нафанаил Судников Православный христианин в тюрьме и на свободе Издание 2-е дополненное Барнаул, 2010 год Страница 528 Кто же такой Игнатий Лапкин? Этим вопросом в последнее время задаются уже не только православные верующие, но и неверующие Барнаула и края Наиболее остро он звучит сейчас, когда какая-то мощная сила раздробляет политическую и социальную активность в нашей стране на партии, общества и группы К сожалению, исчезновение единого духа, насыщающего и объединяющего все сферы человеческого бытия, начинает испытывать и православие Здесь появились люди, которые, возможно, не сознавая этого, ведут христиан к разделению, а церковь к расколу Алтайское благочиние не избегло этой участи Священнослужители и православные верующие с горьким чувством наблюдают в эти дни за деятельностью Игнатия Лапкина Сторожа одной из баз, человека, известного благодаря своей обличительной деятельности в годы так называемого застоя Но если его действия в то время имели какой-то смысл, то теперь они вызывают, мягко говоря, недоумение Действительно, у православной церкви за 70 лет накопилось много проблем Она решает их именно сейчас, задыхаясь от недостатка православно образованных и энергичных людей И приходится с прискорбием отметить, что вместо реального участия в духовном возрождении церкви Игнатий Лапкин предпочитает обличать перед всем миром недостатки священнослужителей и богослужебной практики Священнослужители и православные верующие неоднократно пытались объяснить несовместимость его действий И высказываний с образом мыслей и поведением православно верующего человека, которым он себя считает Но эти разговоры привели к тому, что и священнослужители, и паства сами перестали понимать Кто же такой Игнатий Лапкин и к чему он стремится Его многочисленные высказывания в среде прихожан Покровского храма Выступления в различных организациях Барнаула Попытки организовать из православно верующих и новообращенных отдельное общество Непонятно какого вероисповедания заставляет православно верующих Прерывать свое долгое молчание и дать некоторое разъяснение в печати Кто такой Игнатий Лапкин? Тем более, что все выступления его обычно адресуются людям, незнакомым С сутью православия и церковной жизни Православно верующих удивляет, что Игнатий Лапкин Отличающийся прекрасной памятью на церковные каноны Берет в себя роль учителя без благословения на тот церкви Или без рукоположения в сам Он ведь знает, что употребление власти и учительства в церкви Принадлежит иерархии И мирянин, который, обойдя иерархию, присвоит себе эту власть Подлежит осуждению Игнатий Лапкин сеет смущение в душу самих верующих С своими бесконечными осуждениями, пророчествами и придирками Выступая на предвыборном собрании неформальных объединений Как представитель православной церкви Игнатий Тихонович в порыве обличения церкви и священнослужителей Почему-то совсем забыл о цели проповеднической деятельности Любого настоящего христианина В рождественский вечер в телефильме «Преображение» Называют священнослужителей наемниками на службе у государства Неудивительно, что митрополит Ставропольский Бакинский Гедеон Будучи митрополитом Новосибирским Потерял всякое терпение и назвал его врагом церкви Подобная деятельность все больше укрепляет православных во мнении Что Игнатий Тихонович ищет уже не Божьего, а личного Ищет укрепление своего личного авторитета И средств влияния на людей за счет православной церкви На почве которой он держится и духовно окормляется Православно верующих удивляет, что Игнатий Лапкин Выдает себя за представителя православной церкви И учит людей, прикрываясь ее святым именем Церковь и так долго терпит его православие В котором он смешал протестантский отказ от авторитета священнослужителей Стремление ветхозаветных иудеев и священства К освобождению от контроля со стороны государства Старообрядческие формы воспитания и языческие философствования На прогулках по кладбищам В своем стремлении совместить все и быть везде Игнатий Лапкин не может найти себе места нигде Поэтому православные верующие убедительно просят Различные организации и жители Барнаула и края Не смешивать интересы православной церкви и паствы С интересами Игнатия Лапкина Самому же ему можно сказать уже только одно Не ревнуйте до того, чтобы делать зло Ведь скоро почти каждая страница Евангелия Будет свидетельствовать против вас От имени православных верующих Барнаула, Храхапов, Н. Иванова, В. Шестаков и другие Барнаул, Алтайская правда, 28 февраля 1990 год Председателю районного народного суда железнодорожного района города Барнаула Лир, И. А. Исковое заявление Истец, Лапкин, И. Тихонович, адрес Ответчик, газета Алтайская правда, 656-099 Город Барнаул, Короленко, 105 В газете Алтайская правда за 28 февраля 1990 года Была опубликована клеветническая статья против меня Лапкина Игнатия Тихидовича Оскорбляющая мое достоинство и как человека И в первую очередь как православного христианина Что квалифицируется как преступление по статьям 130 и 131 Уголовного кодекса РСФСР Это исковое заявление вызвано не чувством мести А как необходимая оборона Страница 13-14 Газета отказывается давать адреса тех людей Кто подписался под статьей В скобках Позже Хапов Федор приходил с покаянием ко мне на дом Другой внезапно умер в расцвете лет Всех их недоумил Надоумил написать себе по сквиль Никто иной, как привыкший травить, пстить Бросать стрелы, не показывая своей руки Как учат его протоколы сионских мудрецов Благочинный Алтайского края Войтович Николай Павлович Известный метрофорный с отверстием Для нас слово враг церкви равнозначно, что и слово враг народа Сказанное в 1937 году Эти слова лишают человека в намерении авторов и чести И наследия в церковных благах таинствах Небольшой разбор статьи Ведут христиан к разделению, а церковь к расколу Ответ На суде будет показано многими свидетелями Более 500 человек, слышавшими мои выступления Преподаватели институтов, техникумов, училищ, школ, руководители предприятий Командиров воинских частей, политработников, милиции, прокуратуры и многих верующих Что обвинители мои неправы Абсолютно в каждом своем слове поношения Второе Попытки организовать из православных верующих и новообращенных отдельное общество Непонятно какого вероисповедания Ответ Это оскорбление разновначно тому Как если бы верному коммунисту бросили в печати обвинение Что он сколачивает фашистскую группировку В скобках Всякая иная неправославная группировка для православного верующего Есть гибельная, непростительная вина Третье Употребление власти учительства в церкви принадлежит иерархии И мирянин, который обойдя иерархию присваивает эту власть, подлежит осуждению Ответ Редакция пропагандирует ложь Ибо апостольское 15 правило гласит Что мирянином может быть учителем Об этом уже учит и Христос В газете ни разу не говорится, что Лапкин учит в церкви И тем более без ведома в обход иерархии Сказано же это для того, чтобы подогнать под существующее определенное церковное правило Четвертое Игнатий Лапкин выдает себя за представителя православной церкви И учит людей, прикрываясь ее святым именем Ответ Одного этого обвинения в годы инквизиции было бы достаточно Чтобы сгореть рядом с Яном Гусом и с протопопом Аввакумом Суд должен быть компетентным и решить Кто из нас истинно православный И имеет ли право безбожная газета бросить не в лицо Перед всем алтайским краем этот позорный упрек в моем неправославии Обвинение по силе равно статье в той же Алтайской правде 31 августа 1989 года В секте есть и дети Шипулина против меня И на которой я бросил опубликовать опровержение Но это также не было выполнено Почему же меня лишают возможности защитить свою честь Как православно верующего проповедника Пятое Он смешал протестантский отказ от авторитета священнослужителей Ответ Это совершеннейшая ложь Ибо я чту у священства и знаю его авторитет Шестое Стремление ветхозаветных иудеев и священства К освобождению от контроля стороны государства Ответ Смотреть журнал Огонек Номер 15 За 1990 год Страница 20 Возвращение блудного сына А нежного Где показан позорный Унизительный симбиоз Горнего и низшего Церковного И партапарата Влезшего в дела церкви Церковь отделена от государства И государство не должно вмешиваться в дела церкви Огонек номер 44-48 За 1989 год Беседа нежного с Харчевым К.М. Председателем отдела по религиозным культом Представете министров СССР Позорная декларация митрополита Сергия в июле 1927 года Дала простор антихристовым силам в лоне церкви Теперь же нет даже попытки освободиться от этих пут И вызывает агрессивный всплеск обвинений в мой адрес Седьмое Старообрядческие формы воспитания Ответ Истинно христианские формы воспитания позорятся Газета пользуется набором прежних стереотипов Шельмования неугодного Уполномоченному прелигиозным культом Восьмое Языческое философствование на прогулках по кладбищам Ответ Даже непонятно, что имеет в виду газета О каких кладбищах, о каких философствованиях Главное оскорбить, досадить, унизить Девятое Скоро каждая страница Евангелия будет свидетельствовать против вас Ответ Откуда безбожной газете это знать? Моя жизнь на виду была исследована прокуратурой, КГБ на несколько раз И в ней ничего не найдено преступного Согласно статье 7 ГК РСФСР Прошу провести открытый суд по этому факту оскорбления меня в печати 19.04.1990 год Заголовок В редакцию газеты «Алтайская правда» Познакомившись со статьей «Кто же такой Гнатий Лапкин?» Напечатанной в газете «Алтайская правда» 28 февраля 1990 года Мы сошли своим христианским долгом ответить на этот вопрос тем, кто его поставил, назвав себя православным верующим И тем, кому было обращено письмо Игнатий Лапкин – исповедник православной веры Тем, кто называет себя православными верующими, это известно Должно быть известно им и то, что христианин, страдающий за свою веру, подвергающийся преследованиям со стороны властей за проповедь Слова Божия, исполняет одну из важнейших заповедей Христа Свидетельствует о своей вере, страданиями за нее Православная Церковь учит нас подвигу исповедничества и особому участию к тем, кто претерпевает и претерпел узы Особенно за веру во Христа Помните узников, увещевает апостол Павел, как бы и вы с ними были в узах Евреям 13.31 Учит нас Православная Церковь также тому, что лжесвидетельство и клевета на своего брата по вере есть тяжкий грех Как бы он ни совершался, пусть даже и церковными властями Авторы письма «Кто же такой Игнатий Лапкин?» заявляют, что Игнатий Лапкин был известен благодаря своей влечительной деятельности в годы так называемого застоя Думается нам, что непозволительно тем, кто называет себя христианами, так же и как в газете «Алтайская правда», опубликовавшей после суда над Игнатием Тихоновичем Лапкиным статью «Златоуст» со второй строительной А 26.07.86 предлагает читателям заведомую неправду Игнатий Тихонович Лапкин был судим за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих влосоветский, общественный и государственный строй Статья 191 По которой и осужден Игнатий Тихонович Лапкин сегодня отменена Как нарушающая конституционные свободы и несоответствующая духу хельмских соглашений Судимый и осужденный Игнатий Тихонович Лапкин был за распространение магнитофонных кассет На которых записал творения святых отцов православной церкви Жития святых, Библию, полное собрание творений святого Иоанна Златоуста За что и был назван Златоустом в статье «Златоуст» со второй строительной Автор этой статьи оказал сам того, видимо, неведая, высокую честь Игнатию Лапкину Сравнив его с великим проповедником, которого особо чтит православная церковь Игнатий Лапкин был, как известно, не единственным в нашем отечестве узником совести Так называют он нас на родине и за рубежом тех, кто был судим за свои убеждения Когда началась перестройка, он был освобожден и помилован вместе с другими политзаключенными Его исповедническая деятельность известна не только читателям газеты Но и многим людям на нашей родине и за ее пределами Обвинения, которые предъявляют Игнатию Тихону и Шелапкину Авторы письма в газете о намерениях вести христиан к разделению, а церковь к расколу Не имеют под собой никаких оснований Проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина направлена к тому, чтобы предотвратить любые разделения Они возникают, когда христиане служат не Богу, а людям Не истине, а церковным руководителям Христианам завещано быть нелицеприятными и обличать дела тьмы Никоим образом не участвуя в них Поднимая голос против церковной лжи Игнатий Лапкин способствует возвращению русской православной церкви Ее нравственного авторитета в обществе Он говорит о тяжких болезнях, которыми поражена церковная иерархия Духовинство и миряне, испытавшее долголетнее давление и вмешательство Атеистической власти в церковную жизнь Гласность открывает нам сегодня многие закрытые темы Во всех областях общественной жизни В церкви нет закрытых тем ни для иерархов, ни для мирян Православная церковь не партия и не коллектив, управляемый лидерами В ней не может быть конформизма В ней невозможно тотальное подчинение мирян и иерархии духовенству В церкви действует только любовь Но любовь по слову апостола Павла не радуется неправде, а срадуется истине 1 Коринфянам 13 глава Никакие законы церкви не запрещают мирянам свидетельствовать об истине И обличать церковную ложь, даже если она исходит от священно-началия В православии, в отличие от католичества, нет непогрешимых служителей Святой Иларион Пиктовийский заметил, что в истории церкви бывали периоды Когда уши народа оказывались святее сердец и иерархов Есть в письме тех, кто считает себя православно верующими Строки, которые в недавнее время могли быть квалифицированы как доносительство Предшествующее обычно к преследованию и расправе Особо эффективным был донос, опубликованный в газете Авторы письма в газете утверждают, что Игнатий Лапкин не участвует в духовном возрождении церкви И пытается организовать из православных верующих и новообращенных отдельное общество Неизвестно какого исповедания Будучи хорошо осведомленными о православном исповедании Игнатия Лапкина Неоднократно засвидетельствованного им в его трудах и проповедях Мы можем с горечью отметить, что авторы письма называют себя православно верующими Очень далеки от духа православия Потому они принимают православие за неизвестно какого исповедания Мы считаем необходимым напомнить авторам упомянутого письма Что православие и доносы в газету несовместимы И что письмо, подписанное ими, слишком живо напоминает не столь давние времена Когда преследовалось всякое свободное слово и обличение неправды А любое инакомыслие считалось преступлением Подписи Священник Сергей Каперман Москва, улица Русаковская, 25-176 Дмитрий Ханов Вестник Христианского информационного центра, Москва Улица Останковская, 30-135 Владимир Зелинский, адрес такой-то Филатов Сергий Борис Научный сотрудник США и Канады Михаил Осадчев Казушин Борис Львович Член инициативной группы движения Церкови Перестройка Крахмальникова Зоя Александровна Кандидат филологических наук Москва, Ленинградский проспект 28-43 В скобках Прошло несколько лет И подписаны статьи Кто же такой Игнатий Лапкин Стали подходить к Лапкину Игнатию По одному и каяться Говорят, что их подбил на подписание этой статьи Благочинный Войтович Николай Павлович Прости им, Господи, не ведают, что творят Страница 239 Прокуратура Алтайского окраина 22-12-98 Номер 13-11-20-98 Лапкину Игнатию Тихоновичу Установлено, что обвинение против вас носило политический характер Теперь законом осужден многолетний террор И массовое преследование людей В нашей стране Ставших жертвами тоталитарного государства По политическим и религиозным убеждениям Согласно закону Все бывшие политзаключенные Признаны безвинно осужденными И подлежащими реабилитации Независимо от фактической Обоснованности обвинения Закон предусмотрел упрощенную Внесудебную процедуру реабилитации Жертв политических репрессий Предоставив эти функции органам прокуратуры 4 января 1992 года Вы были реабилитированы прокуратурой края Справка о реабилитации выдана в этот же день Пользуясь статусом жертвы политических репрессий Вы получили в 1992 году Денежную компенсацию За время нахождения в местах лишения свободы А в 1995 году Компенсация за изъятое имущество Отмена решений о реабилитации Бывших политзаключенных Законом не предусмотрена Кроме случаев их незаконной реабилитации Что касается размера компенсации За изъятое у вас имущество То оно предусмотрено Статью 16.1 закона РФ От 18.10.91 Компенсация действительно невозможна Не возмущает всех потерь Но другого решения комиссия принять не могла В законе о реабилитации жертв политических репрессий Записано, что целью его Помимо всего прочего Является обеспечение реабилитационных Лишь по сильной В настоящее время Компенсации Материального ущеба Свидетельство о праве на льготы Вы сможете получить По достижении пенсионного возраста Среди льгот Повышение размеров пенсии На 50% от минимальной пенсии Исчисление стажа работы В тройном размере За время нахождения В местах лишения свободы И так далее Прокуратура края Старший советник юстиции Воронин ВП Заголовок Победитель получает все В начале марта В краевом суде Первой инстанции Должен начаться Беспримерный по сумме Ископроцесс 7,5 миллиардов Рублей В случае удачи Получит от администрации Железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин Христианский проповедник Известный на Алтае Своей непримиримой Жизненной позицией И неукротимой Религиозно-просветительской Деятельностью Миллиарды Та сумма В которой нынче Оценивается Изъятая У Лапкина При аресте 9 января 1986 года Фонотека На магнитные пленки Были начитаны Библия 12 томов Житей святых 12 томов Творений Иоанна Златоуста Антологии Религиозной поэзии За 300 лет Для оформления Подобрана музыка В записи Участвовали артисты Объем труда 2000 часов Так как Подшить К антисоветской Агитации Богословские труды Было нелегко То подобрали 157 статью В административном Кодексе Запрещение Тиражирования И конфисковали Пленки Именно поэтому Отдуваться за грехи Коммунистической Власти Приходится Сейчас Администрации Освобожденный В 1987 В 1987 Году Лапкин Стал требовать От властей Возмещения Ущерба Он оценил Фонотеку По государственным Установленным На краевом Радио Расценкам Запись Перезапись Составления Программы И с тех пор Только делает Поправку На инфляцию В 1989 Году Он был согласен Отказаться От денег Если взамен Коммунисты Выдадут ему Бумагу С печатями Райкома КПСС И текстом Мы признаем Что КПСС Человеконенавистическая Партия Обмана Приведшая К власти Уничтожавшая Свой народ Коммунисты Почему-то Отказались В 1994 Году Когда сумма Иска Составляла Немногим Более миллиарда Железнодорожная Администрация Предлагала 32 миллиона И расходимся Полюбовно Но Лапкин Любит Джека Лондона О которого Герой Одного из Рассказов Говорит Победители Получают Все То что Лапкин Победитель Признали Уже даже И власти Возместившие Ущерб По угловным Статьям Теперь вопрос В том Получит ли он Все 7,5 Миллиардов Куда Направить Деньги Лапкин Знает На возрождение Родного Села Потеряевка Что недалеко От Ребрихи На трактор Комбайн И стройматериалы Сергей Кочевников Свободный Курс Номер 9 27 Февраля 6 Марта 1997 Года Псалом 68 20 Стих Ты знаешь Поношение Мое Стыд Мое И Постремление Мое Враги Мои Все Пред Тобою Плач Еремии 1.21 Услышали Что я Стенаю А утешителя У меня Нет Услышали Все Враги Мои О бедствии Моем И Обрадовались Что Ты Соделал Это О Если Бы Ты Повелел Наступить Дню Предрещенному Тобой И они Стали Бы Подобными Мне Заголовок Лапкин Предпочел Храм Недвижимости Известный В край Проповедник Игнатий Лапкин Не единожды Страдавший За своего Мировоззрения На сей раз Не только Добился Справедливого Разрешения Собственных Проблем Но и Получил Признание Властей Недавно Официально В качестве Возмещения Материального Ущерба Лапкину Передано Здание В Барнауле Однако Этот шаг Не просто Правовой Акт В письме К Игнатию Тихоновичу Глава Городского Самоуправления Владимир Баварин Пишет Ваша Просветительская Деятельность Безвозмездный Труд По воспитанию Молодежи Чувств Патриотизма Любви К ближним Ваши Беседы И проповеди Достойны Уважения Однако Не сразу Все получилось История Признания Заслуг Достаточно Противоречива И непроста Предоставим Слово Самому Лапкину Послание Кремленам 5.5 Надежда Не постражает Последний раз Я был Арестован По дороге На пороге Перестройки 9 января 1986 года Суд Состоялся На пороге Гласности В июле 1986 года Судебное Заседание Продлилось Три недели Возможно Читатели Помнят Эту историю Обстоятельства Которые Были Описаны В материале Златоуста Второй Строительной 26 июля 1986 года Алтайская Правда 15 марта 1987 года Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР О помиловании Полицзаключенных Осужденных По статье 191 И 70 Уголовного Кодекса РСФСР Меня судили В частности За сам издат Книги Александра Солженицына Архипелаг ГУЛАГ За интервью С репрессированными И раскулаченными Рассказы Которых Я записал На магнитофонную Ленту За стихи Оленины Которого Я называл Коварным Наконец 27 декабря 1991 Года Автор Статьи В Алтайскую Правду Передо мной Извинился Через газету В статье Такого же Объема И с тем же Заколовком Только слово Златоут Было написано Уже без кавычек Реабилетировали Меня 4 января 1992 Года В связи С уголовным Наказанием Было изято Преимущество 1 к 200 Стоимости Которого По решению Суда Возместили 9 февраля 1996 Года На эту сумму 2400 Рублей Были куплены Книги Новые Заветы Книги Мы передали В СИЗО Барнаула Однако Главная конфискация 1986 Года По административной Статье 157 Запрет на Тиражирование Магнитофонных Записей Была оставлена Без внимания На изъятых Кассетах Содержался Материал О событиях И идеях Имевших Место За 3600 Лет До Советской Власти Кассеты Имели В общем 1200 Часов Звучания Даты Тиражирования На них Были указаны Но Вместе С ними Изъяли 15 Магнитофонов Купленных Позже Записи Кассет Постановление Конфискации Говорилось Что Магнитофоны И Кассеты Являлись Средством Криминальных Действий У руководителей Прокуратуры Края На разные Вопросы Запросы Дали Более 30 Ответов В которых Настаивали На том Что конфискация Произведена В соответствии С законом Возрасту И компенсации Имущество Не подлежит Первую щель В бетонной Стене Взаимного Непомнимания Помог сделать Старейший Работник Краевого Управления Юстиции В. Ульянов Потом Совет Народных Депутатов Железнодорожного Района Барнаула Отменил Постановление О конфискации Началась Серия Судов Исследований Нас Пытались Запутать Были случаи Исчезновения Документов Из сейфов Администрации Железнодорожного Района А мы Молились Верили Ждали И сколько Добрых Помощников Дал Господь Бог Мне искренне Помогали Представитель Президента РФ На Алтае Эн Шуба Его помощники Председатель Краевого Управления Юстиции Эн Проценко Председатель Краевого Суда В. Пашков Прокурор Прокурор Алтайского Края Юпорас Кун Решение Краевого Суда Утверждались Верховным Судом Российской Федерации Но потом Отменялись Президиумом Верховного Суда Российской Федерации Последнее По времени Решение Алтайского Краевого Суда Выплатить Мне Возмещение Ущерба 55 Миллионов Рублей Постановление О конфискации Религиозных И исторических Записей Самые Крупные В мире Духовные Фонотеки Утверждались Администрациями Барнаула И Железнодорожного Района Они Были Назначены Ответчиками Однако Денег У администрации Не было Тем временем Общий Иск С учетом Инфляции Составил 11 Миллиардов Рублей 15 Октября Этого Года Я Предложил Рассчитаться Со мной Недвижимостью Поскольку Наша Православная Крестовоздвиженская Община Не имеет Помещения Для Богослужений Предложение Было Принято Но Опять Затормозилось На стадии Исполнения На Последнем Этапе Свою Временную И Неоценимую Помощь Оказали Мэр Барнула Баварин И его Советник Овчинников Председатель Комитета По управлению Имуществом Администрации Города Эл-Слуцкий Глава Администрации Железнодорожного Района Юпитров Прокурор Края Юпороскун 21 Ноября Этого Года В. Баварин Эл-Слуцкий Овчинника Выехали К дому Номер 6 На улице Ползунова Бывшее Здание Освода И здесь На месте Мэр Засвидетельствовал Передачу Мне этого Здания Частную Собственность 11-летняя Эпопея Кажется Подошла К концу В тот Вечер Фоторепортер Ава Лабуев Сделал Во дворе Дома Эти памятные Снимки Тихий Первый Снег Умиротворение На душе Апостол Павел На заре Христианства Учил Христиан Царствующего Рима Всегда Найдитесь Не унывайте Молитесь Надежда Не постыжает Соломон 3000 лет Назад Подтвердил Когда Господу Угодны Пути Человека Он и врагов Его Примеряет С ним Притча 16-7 Мы Искренно И горящим Молились И Бог Ответил Нам Мы И спрашивали У Господа Иисуса Христа Благословения На стороной Правителей Цель Этого Повествования Показать Что Никогда Не нужно Унывать Злиться Поносить Власти Но Следует В терпении И молитве Ожидать Милости У Всемогущего Бога Когда Меня Перешагнувшего Через Перевал Жизненного Странствия Спрашивают Что Самое Удивительное Было В моей Жизни Я отвечаю То Сколько Добрых Людей Везде У Бога Есть И Они На моем Пути Встречались Приняли Участие В моей Жизни Многие Мне Сегодня Говорят Словами Жителей ГУЛАГа Не Не верь Не бойся Не проси Что Тебе Эти Демократы Они же Перекрасившиеся Коммунисты Они же Вас Сажали Они же И теперь Льстят Вам И обманывают Отвечаю Я Преподаю Восемь лет В университете Много лет Тружусь С тысячами Заключенных Двадцать Четыре Года Являюсь Начальником Детского Православного Трудового Лагеря Староста Православной Общины И потому Людей Знаю Не понаслышке И скажу Я вижу Глаза Лица Вышеименованных Людей И твердо Свидетельствую В людях Этих Произошла Перемена К Доброму Они Искренне Помогали Мне Пусть Этот Победный Пример Моей Биографии Даст Семя Надежды Многим Кто Желает Более Узнать Для вас Адрес 656 016 Барноу 16 Улица 2 Строительная 62 16 Лапкин Игнатий Тихонович Телефон 24 38 46 Как телефон Доверие Ищущим Спасения Истинного Крещения 8 961 230 70 60 Наш Комментарий Так Счастливо При полном Взаимопомнимании Закончились Истории В свое Время Окруженной Многими Сомнениями И Негодоговоренностями Постановление Администрации Барнаула О передаче Здания Подписано И вручено Игнатию Лапкину Нам остается Пожелать Православной Крестовозвиженской Общине Счастья В новом доме На снимке Владимир Баварин И Игнатий Лапкин Момент Передачи Дома Фото Александра Волобуева Алтаевская Правда 10 октября 1997 Свободный Курс 27 04 97 Буквально За деньги Краевой суд Решил Что государство Таки было Неправо Но денег Оно должно Куда больше И Игнатию Тихоновичу Присудили 55 миллионов Думаю Любой бы из нас С вами Читатель Удовлетворился Бы данной суммой И считал бы С себя В крупном Выигрыше Но Лапкин Намерен Получить Все исполна Об этом И заявил Он в кратком Спище Проповеди По окончании Судебного Заседания Так что Все в порядке Сериал Продолжается Свободный Курс От 11 Номера 13 93 97 Игнатий Лапкин Добился Восстановления Справедливости Заголовок Наш земляк Известный Христианский Проповедник Игнатий Лапкин В свое время Подал Иск в суд По поводу Изъятия у него Уникальные Самые крупные В мире Духовные Фонотеки Общая сумма Иска С учетом Инфляции Составила 11 Миллиардов Рублей Таких Средств Властей Не нашлось Игнатий Лапкин Предложил Рассчитаться С ними Недвижимостью Титанические Усилия Игнатия Лапкина В борьбе За справедливость Его Подвижническая Деятельность По восстановлению Потеряевки И детском Лагере Стане Достойного Подражания Мамонтовская Районная Газета Свет Октября Март 1997 Года Пояснение О том Можно ли Обращаться В гражданский Суд Христианину В Ветхом Завете Первое Библия Недостаточно Одного Свидетеля Против Какого-либо Какого-нибудь Вине И в каком-нибудь Преступлений И в каком-нибудь Грехе Которым он Согрешит При словах Двух Свидетелей Или при словах Трех Свидетелей Состоится Всякое Дело Если Выступит Против Ковой Свидетель Несправедливый Обвиняя Его В преступлении То пусть Престанут Оба Си Человек У которых Тяжба Пред Господа Пред священников И пред судей Которые Будут в те дни Судя Должен Хорошо Исследовать И если Свидетель Ложно донес на брата своего То сделать ему то Что он умышлял Сделать брату своему И так Истребить зло Среди себя И прочие Услышат И убоятся И не станут Впредь делать Такое зло Среди тебя Да не пощадить Его глаз твой Второзаконие 19 глава 15 20 стихи 1600 лет Рождества Христова Второе Лжестведетель Не останется Ненаказанным И кто говорит ложь Не спасется Притча 19.5 Тысяча лет До Рождества Христова Третье В книге Пророка Даниила 13 глава Поисшествуется о том Как два старца Судей-старейшины По предварительному Сговору Оклеветали Красивую И богобоязненную Жену Сусанну Бывшую замужем За очень богатым И почтеннейшим Из всех Сусанны Путем шантажа Беззаконные Судьи Принуждали к Сожительству с ними Якобы ими захваченный Момент прелебодеяния С юношей неким За отказ отдаться Им Они оклеветали ее И суд приговорил ее К смертной казни Но молодой юноша Даниил Уже близ Из эшифота Произвел допрос Выявил истину И поступили с ними Так как они Зло умыслили Против ближнего По закону Моисеева И умертвили их И спасена была В той день Кровь невинная Стих 62 Память 30 декабря Новый стиль 600 лет Рождества Христова Второе В Новом Завете Первое Коринфянам 15 13 Я писал вам Не сообщаться С тем Кто остается Злоречивым Или пьяниц С таким Даже не есть Вместе Внешних же Скоп их Не членов Церкви Судит Бог И так Извергните Развращенного И среды вас Второе Деяние 22-25 Разве вам Позволено Обещевать Без суда Третье Деяние 25-10 26-32 Павел Сказал Я стою Перед судом Кесаревым Где мне И следует Быть судиму Четвертое Деяние 28-19 Апостол Павел Сказал Я принужден Был потребовать Суда у Кесаря Третье Книга Правил 1-9 век По Рождества Христова Суд Должен Производиться Не по вражде При страсти И человекоугодию Карфагенский Собор 16-е правило 318 Обвиняемый Может Отводить Подозреваемых Им Судей Кирилла Первое правило И может Просить Нужного Времени Для своей Защиты Не Должна Принимать Доносители У которых Одно Из многих Приносимых Им Обвинений Уже Было Исследовано И осталось Недоказано Карфагенский 145 Правило Обвинения От одного Даже Епископа Не приемлется Карфагенский 147 Правило Кто Не явится По повестке В суд По нужде И в двухмесячный Срок Не должен быть В общении Доколь Не очиститься По делу Карфагенский 28 29 90 Правило Верующим Разрешается Просить Гражданские Власти Для обуздания Пренебрегающих Повеления Божие И царские Уголовный Гражданский Кодекс Премудрость 3879 Год Для обуздания Таких И произведения В порядок Карфагенский Собор 78 59 Правило Двукратный Собор 9 Правило 1861 Год По Рождеству Христову Непокорных Епитиям Предавать Гражданской Власти Причиняющих Другим Обиды Отлучать Феофил 14 Правило 385 1412 Года Церкви Должны быть Исполнители Которые Наблюдают За исполнением Выходящих Указов И постановлений И не оставлять Без исполнения Их По уклонению Или по упорству Карфагенский Собор Правило 108 Не достаёт Времени Процитировать Законы Правила Святого Царя Греции Юстиниана Замужеловство Искатоложество Повелевающие Отрезать Детородный Член Клемить Лоб Калёным Железом И ссылать В рудники Сравни Регистрацию Цехсменьшинств Мэром Москвы Гавриилом Поповым Бывшим И прочие указы Святого Царя Христианина Итак Верующий Может искать Защиту От беззаконий У мирской Власти Или просить Ходатайство Других О том И Пересмотр И о пересмотре Дела Продолжение следует